И снова всем привет, дорогие друзья! С вами я, Паша Фриман, и это Первый взгляд на BMP-1, очередную новинку патч 1.71 в War Thunder. Бывой рейтинг у нас 7.3, бывая машина пехоты, оснащенная ПТУРом Малютка, и 73-мм пушкой с интересными снарядами, но более подробно о них расскажем чуть позже. Как мы с вами видим, она довольно немаленькая, соответственно, у нас 265 лошадей на 13 тонн, должна быть неплохая подвижность во всем этим характеристикам. Внешний вид довольно неплох, выглядит все прикольно и классно. Давайте более подробно рассмотрим сейчас схему бронирования и посмотрим, где же она находится у нас в ветке развития техники. БМП у нас находится в ветке развития легких ПТ-САУ Советского Союза. Сразу же после объекта 906 находится он на бывом рейтинге 7.3. Соответственно, стоит у нас 320 тысяч опыта. И давайте более подробно рассмотрим схему бронирования. По броне у нас, естественно, все довольно печально. У нас противопульная защита. Лоб корпуса 19 мм, ВЛД, НЛД. Под проведеночкой 42. Верхний броневой лист у нас 12 мм, по проведенке от 30 до 60 мм. Лоб башни у нас 33 мм в маске, 23 мм во лбу. Борта у нас всего по 18 мм, основная часть, и верхняя часть у нас чуть поменьше. Задняя корма у нас толщиной 16 мм, причем дверцы у нас со встроенным баком. Зад башни у нас 13 мм. Это означает, что с крыши у нас всего 6. 6, ребят, 6 мм это пробой 7.62, а может быть чуть по большим калибрам самолета. Соответственно, пробивать нас будут все абсолютно, учитывая был рейтинг 7.3, скорее всего, там будут браунинги, и это будет довольно печально, больно и насквозь всего танка. Соответственно, при проведеночке у нас, может быть, в небольшом рамбе у нас пробивать пулемет у нас не будет. Но, конечно, под 90 градусов, если будем вот так вот в лоб стоять, то без всяких проблем прошьет. По расположению модулей у нас все довольно стандартно для БМП. Это трансмиссия в передней части машины, далее за ней двигатель, чуть выше радиатор находится, сидит мехвод, за ним командир и в башне находится наводчик. Также в башне по кругу круговым способом разложены снаряды, также и птуры. Далее у нас, соответственно, пулемет ПКТ, пушка и ПТУР чуть повыше ствола. Сзади у нас находится основной топливной бак и дополнительные у нас баки в дверцах находятся. Соответственно, если по нам будут стрелять трассирующими стерядами, скорее всего, будут нас постоянно поджигать. Хотя это и так понятно. Собственно, давайте посмотрим далее, что у нас будет по модулям прокачиваемым и далее уже перейдем в полигон. Прокачивать нам, в принципе, практически ничего не нужно, только подвижность и огневую мощь в плане подъема механизма, пристрелки орудий и так далее. В стандарте идет ПТУР и Малютка с пробитием 400 мм, но очень маленькой скоростью, 120 метров в секунду. Но трассирующий уровень у нас 3,4 кг, соответственно, этого достаточно, чтобы уничтожить какой-либо танк, если, конечно же, пробьет 400 мм ПТУР. Далее у нас с вами идут снаряды противотанковой гранаты. Это наш основной снаряд. Это 300-мм кумулятив с трассивным эквивалентом в 1,25 кг и начальной скоростью 665 метров в секунду. Что, в принципе, довольно неплохо, но начальная скорость, конечно, слабенькая. Но учитывая, что мы стреляем, по сути, РПГ и снарядом, то нормально. Также у нас есть дополнительно осколочно-фугасная граната с 735-граммами тротила и пробиваемостью в 10 мм, что достаточно, чтобы стрелять по легким целям, типа зениток. Ангар ангаром, но нам бы хотелось посмотреть ее в действии. Соответственно, мы переходим в полигон. Видим, что вот так вот у нас выглядит наш БМП-1. Очень хорошая, качественная моделька. Соответственно, давайте проверим ее на разгон. Все, 30 км в час у нас есть. У нас также имеется стабилизатор на орудии. Как видите, баллистика у нас, конечно, не очень хорошая за счет маленького ствола. Как видите, стабилизатор довольно неплохо работает. О, кстати, обратите внимание, башня опять отвалилась. Очень красиво. Новое введение тоже патч 1.71. Не всегда выпадаем. Пробуем, дали пантеру. Еще раз. Готов. Расстреляли ему весь экипаж. Перелет. Надо немного привыкать. Немножечко попробуем их крутануть. Разворачиваемся на 180 градусов без каких-либо проблем. И стреляем, грубо говоря, с вертухи. Скорость поворота башни достаточно, чтобы крутиться на месте и смотреть в одну сторону. Камуль только что пробил у нас на ваших глазах. Боевукладочку. Прямо насквозь. Обе боевукладки по обоим бортам. Стреляем по Эптикру. Уничтожаем его также в боевукладку. Также у нас пулемет споренный. Попробуем сейчас фугасом. Обратите внимание на самую отвратительную в мире баллистику фугасного снаряда. Даже хуже, чем у Брумбера. И штурпанзера 2. Реально. И хоро. У них намного лучше. Пробуем выстрелить по пазику. Довольно тяжело это делать. Как и скорость полета снаряда. Обратительная, так и... Собственно, баллистика. Единственное, для чего можно взять там парочку снарядов буквально, чтобы, если что, там какую-нибудь зенитку убить, которая на вас выйдет из-за угла. Если она, естественно, легкобронированная. Кто перелет, кто не далет. Короче, немного кривовато я стреляю. Точнее, не немного, а довольно очень, в принципе, криво. Привыкать надо будет к данному виду техники. Фугас чудо-образом пробил осколком радиатор. Или бак. Пазик у нас загорелся. Соответственно, был разрыв БК, но это, естественно, пазик. Мы с таким противником вряд ли будем сталкиваться. А вот с Маусом уже более реалистично. Непонятно, правда, снаряд ушел. Наверное, был перелет. Да. Как видите, птуры... Не птуры, а, извиняюсь, кумулятивные снаряды пробивают лоб башни. Запускаем тур. К сожалению, он попал у меня в экран, так сказать. Посмотрим анимацию заряжания. К сожалению, у нас снаряд просто появился из воздуха, но я думаю, это поправит. Вполне можно. Далее у нас занимает боевое положение и крышечка закрывается. Сделано красиво, но можно немного корректировать. Запускаем второй. Попадаем опять в экран, без какого-либо эффекта. Экран это, конечно, будет адское зло. Пробиваем НЛД, убиваем мехвода. Так что основные снаряды, ребята, довольно хорошие. Пробивают Маус, соответственно. Особых каких-то диких проблем возникнуть не должно. Единственное, что по геймплейным особенностям данной техники, учитывая, что у нас пробивают практически все пулеметы. Более 7,62 мм. Запускаем еще один тур. Секунду. И попадаем в стык бронелистов, но при этом уничтожаем радиатор, но без поджога, к сожалению. Учитывая особенности геймплея на данной технике, мы, скорее всего, будем заниматься обходными маневрами. Пробить им борт в корму. Единственное, что заметить нас будет довольно легко, учитывая, что у нас силуэт большой. Спускаем еще один тур. Обратите внимание, насколько он управляется. Я просто сейчас показываю вам, насколько он маневренный. Дальность стрельбы, кстати, 3 километра у этого тура. Я, к сожалению, не смог направить его в Маус с таким вертуханом, но я думаю, появятся какие-нибудь ролики, где у кого-то это будет получаться. Ну, фугасами такими. Бессмысленно стрелять по Маусу, конечно. Видится, что можно попробовать сейчас ему пострелять по пушке. Получится ли у нас с фугасным снарядом ПТ-76 выбить его ствол? В движении машинка выглядит просто замечательно. Так, у нас был рикошет фугаса. Ладно, ничего страшного. Так, мы его пожелтить смогли хотя бы. Так, выставим под днище. Абсолютно никакого эффекта. Вы... О, покоцали ему дополнительное орудие. К опасным воздействием. Ну да, все-таки. Мне кажется, если долго стрелять, то, наверное, получится. Выбить. Обратите внимание, что крутится очень-очень бодро. Прям вообще очень бодро. Башня у нас тоже имеет довольно быстрый привод. И, соответственно, это позволяет нам крутиться на месте, не теряя цель из прицела. Практически. Обратите внимание на размеры БМП. То есть мы размером практически с корпус Мауса. Это означает, что у нас силуэт очень большой. И где-то прятаться будет тяжело. Углов наведения у нас практически нету вниз. Поэтому надо будет стрелять в основном по... Так сказать, на пласте. Воевать. Собственно, вот такой вот будет геймплей. Всем спасибо, кто смотрел. Не забывайте подписываться на канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. И давайте всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok